Вчера мы выпустили на канале нетипичный для нас ролик. Расследование про деятельность банкеров, которые, убежав с деньгами клиентов банка на запад, стали строить из себя оппозиционеров. Ролик важный для нашей редакции. Мы долго его делали и, кажется, вышло неплохо. Так что, если не видели, посмотрите, пожалуйста. Я не стал это говорить вчера, но делать такие ролики, еще и сайт, конечно, сложно и дорого. Еще там много работы потом предстоит, письма рассылать. Если вам тоже кажется, что это важно, вы можете поддержать нашу команду через Patreon, Boosty или переводом крипты на наш счет по ссылкам в описании. Особенно ценны нам ежемесячные пожертвования, но и разовым мы тоже очень рады. Такое финансирование позволяет нам оставаться независимыми от всех. Из вчерашнего расследования, как мне кажется, особенно ярко видно, почему это очень важно. Мы хотим работать именно так, независимо ни от кого, и можем это делать с помощью ваших небольших платежей. Спасибо всем, кто их делает. Ну а сегодня у нас обычный ролик. Проект федерального бюджета внесли в Госдуму. Утечка в Блумберге недельной давности сразу же не просто подтвердилась, но оказалась даже скромной, скромнее по сравнению с реальным проектом. Расходы федерального бюджета в 2025 году планируются в 41,5 триллион рублей, из которых каждый третий рубль, 13,5 триллионов, будет направлен на войну. В реальности эта цифра будет выше, и позже мы объясним почему. Но даже номинальная цифра нам говорит о многом. Правительство считает, что каждый день войны в 2025 году будет стоить 37 миллиардов рублей, примерно 400 миллионов долларов по текущему курсу. Понятно, что когда речь идет о таких величинах, они становятся сугубо абстрактными. Поэтому имеет смысл тут приводить более земные сравнения. 37 миллиардов рублей – это сумма, превышающая городской бюджет Владивостока. Расходы одного дня войны превышают годовой бюджет Большого регионального центра, 26-го по населению города страны. Общие же расходы на оборону в следующем году – это 3,5 бюджета Москвы, примерно по 100 тысяч рублей из кармана каждого гражданина России, включая стариков и младенцев. Причем на этом дело не заканчивается. Мы уже говорили, главная проблема с подсчетом стоимости этой войны в том, что строкой национальной обороны, федерального бюджета, расходы не ограничиваются. В этих расходах не учитываются, например, региональные выплаты за подписание контракта. Эти выплаты происходят из региональных бюджетов и зашиты в региональные же дотации. Здесь нет социальных расходов на лечение и реабилитацию военных, например. Нет пенсии по инвалидности тем, кто вернулся домой, и без конечностей. Нет расходов на восстановление пострадавшей от обстрелов инфраструктуры. Нет компенсации убытков госкомпаний, наступивших в результате санкций и дефицита рабочей силы. Базовое свойство войны в том, что она создает расходы везде. В каждой строке бюджета зашиты ее издержки. Если все истопники в поселковой котельной ушли воевать за 2 миллиона, то дальнейшее содержание этой котельной поселковому бюджету встанет дороже. Ведь теперь где-то нужно найти новых истопников за большие деньги. Более сотни тысяч беженцев, образовавшихся в приграничных областях, финансируются не за счет Минобороны. Поэтому сама по себе бюджетная статья это просто ориентир, который демонстрирует нам не абсолютную величину, а пропорцию. Показывает, что правительство предварительно оценивает четвертый год войны на треть дороже предыдущего и вдвое дороже второго. Что еще более показательно? Бюджетный прогноз на 26-27 год. В нем по-прежнему прослеживается идея расхода на войну как-то придушить, но совсем не в тех масштабах, о которых год назад фантазировал Минфин. Снизить планируется совсем немножко. То есть никакой надежды, что в войне виден конец и край, в правительстве больше не питают. Отдельно характерно, что по сравнению с 24-м годом планируется потратить на треть больше. Тут-то мы и видим, насколько критично расходятся планы ведомства, вынужденного жить в экономической реальности, и амбиции начальства, которые хочет воевать, и на реальность особенно обращать внимание невынужденно. Россия не особо напоминает Третий рейх, о котором у нас так любят рассуждать, через слово ровняя Путина с Гитлером. Россия напоминает скорее советские 80-е. С одной стороны, главный донор валюты, нефть, достаточно дорогая. Не безумно дорогая, но 70 долларов за бочку обеспечивают сверхприбыль, которой можно оплачивать все на свете, в том числе компенсировать издержки от цепочки посредников для обхода санкций. В страну идет стабильно большой приток бесплатной валюты, которая позволяет балансировать экономику. С другой стороны, госрасходы настолько огромны и непроизводительны, столько отраслей экономики из источника доходов превратились в потребители бюджетных средств, столько денег профукивается в никуда, не создавая никакой добавленной стоимости и экономического смысла, что даже бесплатные деньги из трубы тянут расходы на пределе возможностей. Так же, как и в Позднем Союзе, огромная и все более растущая доля государственных расходов это с экономической точки зрения расходы на откапывание и закапывание ям, на производство того, что очень скоро сгорит под условным часовым яром и покупку жизни тех, кто сгорит вместе с произведенным. При этом политическое руководство убеждено, что у него все хорошо. Оно целиком увлечено своими геополитическими фантазиями, воюет войну, тогда афганскую, а ныне украинскую, содержит людоедские режимы по всей планете, тогда были в основном африканские, выбравшие путь социализма, теперь это Лукашенко и Мадуро, сжигает деньги тоннами в утопических проектах, тогда это сибирские реки на юг поворачивались, теперь хоронят деньги в импортозамещении всего на свете от Боинга до Ютуба. Государство, как и 40 лет назад, одну часть бабок сжигает на войне, а другую раздает всякого рода жуликам, которые обещают получить философский камень в разных обертках. Жулье 40 лет назад обещало подчинить себе природу, а нынешнее жулье соревнуется в изобретении колеса. Экономический результат отрытья каналов ядерными взрывами и раздачи мешков денег комикам с ТНТ, чтобы те заманивали народ во ВКонтакте, в общем-то один и тот же. Дальше поговорим о единственном отличии ситуации в России сейчас от той, на которой закончился СССР. Это рыночный компонент в экономике. Но сначала я хочу порекламировать свою книгу. Посмотрите, пожалуйста. Удивительный парадокс. Те исторические события, которые непосредственно влияют на жизнь наших сограждан, по сей день известно россиянам меньше, чем история Октябрьской революции или эпохи Сталинского СССР. Хотя, казалось бы, с революцией прошло больше сотни лет, а перестройка была относительно недавно, и многие видели происходящее собственными глазами. Тем не менее, существует много мифов о 90-х, многие из которых создала пропаганда. Поэтому я выпустил книгу «История новой России». Тут она у меня в кадре всегда стоит. Там понятным языком изложены события 90-х и нулевых годов. Прочитав ее, вы узнаете, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе, и как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской России. Ну и, собственно, как именно Путин строил в нулевых свой режим. Событий много, и они довольно запутанные, но мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки, отличным подарком, вот тут такие иллюстрации. Мы специально для каждой страницы, а это вот текст и иллюстрация. Мы вот так вот специально их красиво нарисовали. Купить книгу вы можете в России за рубли на сайте shopmaxcats.ru. Проблем с этим никаких нет, это абсолютно легально. А еще вы можете купить книгу из других стран, в ЕС или США, на Амазоне. Там она подороже, но тем не менее есть. Все ссылки я оставлю в описании. Также я хочу напомнить, что у нас есть мерч. Вдруг вы живете не в России и хотите, например, сделать подарок кому-то, кто смотрит мой канал. Сможете приложить к книге худи с ободряющей цитатой или носки с надписью «До завтра» моим почерком. Есть кружки, футболки, шоппер. Все очень качественное. К сожалению, вот это пока только для заграничных зрителей. В Россию пока это не доставляется. В общем, переходите на сайт и выбирайте. Тем более, что сейчас на эти товары действуют акции. Если подумывали купить, сейчас самое время. Да, хочу сказать. У меня вот тут просто, блин, сидят сервисы по приему платежей через карты. Им так спляши, эдак спляши. Еще и комиссию огромную берут. Поэтому мы сделали оплату книги теперь через нашего бота. Прямо напрямую. Это чуть сложнее для пользователя. Но если вы сможете эти сложности преодолеть, я буду очень рад. В общем, покупайте книгу. Ну, продолжаем. Мы говорили о сходствах положения, в котором оказалась наша страна сейчас, и Союз на своем излете. Единственное, что пока отличает ситуацию в России от той, на которой закончился СССР, это рыночный компонент в экономике. Потребительский сектор не управляется государством. Ассортимент полок в магазинах, блюд в ресторанах и услуг в парикмахерских обеспечивается усилиями сотен тысяч частных предпринимателей, а не госпланом. Благодаря этим усилиям и свободным ценам, которые балансируют рыночную экономику, не возникает главного признака тех времен – товарного дефицита. В остальном, если не учитывать потребительский сектор, государство приблизилось к состоянию планово-командной экономики, где производство, инвестиции и спрос целиком завязаны на бюджет. И это лишает бюджет любой возможности для маневра. Если где-то начинаешь экономить, все сразу расползается в лоскуты. Начнешь давать меньше денег на войну, сначала посыпется тыл, производство снарядов и техники, обмундирование и комплектующих, закупка компонентов за валюту. А следом и фронт, потому что фронту всегда надо больше. Начнешь экономить на региональных дотациях, регионам будет нечем платить за найм новых солдат. Заморозишь зарплаты в бюджетной сфере, снова устроишь пересчет формулы оплаты труда в образовании и здравоохранении. Ну, с таким адовым дефицитом рабочей силы и бешеной инфляцией все просто сбегут. Мы в самом начале сказали про базовое свойство войны. Она создает расходы везде. Дорога, построенная в 2025 году, будет дороже построенной в нынешнем. И намного дороже построенной три года назад. Потому что дефицит кадров, работникам платить надо больше. Потому что технику в обход санкции привезли через Кыргызстан, посредники тоже работали не забесплатно. Надо больше платить мигрантам, потому что курс другой. Парадокс военных расходов в том, что ты не можешь их финансировать, экономя на чем-то другом. Нельзя потратить лишний рубль на войну, взяв по 10 копеек с 10 других статей. Все эти статьи конкурируют за одних и тех же работников. Их издержки растут вместе с общей инфляцией. Чтобы произвести электричку для РЖД, нужно ввести те же электронные компоненты за ту же валюту, что и для производства ракет. Получается, что добавив рубль на оборону, ты должен не забрать, а добавить по 10 копеек всем остальным. Когда государственный сектор составляет лишь малую долю от ВВП, это не просто делает экономику более конкурентной и эффективной. Это дает государству возможность по одежке протягивать ножки. Сокращение государственных расходов в такой экономике не столь заметно. Чем отличается семья с двумя работающими супругами от семьи с единственным кормельцем? Если в семье деньги приходят из двух источников, то когда у одного какие-то проблемы и доходы его сократились, допустим, на 20%, то второй член семьи может этот расход компенсировать. Но даже если нет, снижение одного источника доходов на 20% не будет означать, что вся семья живет на 20% хуже. Если в семье один кормилец, если его доля 100%, то математика простая. Он заработал на 20% меньше, все на 20% меньше съели еды. Чем больше государства в экономике, чем больше людей на него работают, чем выше его доля в инвестициях и спросе, тем большую долю занимает каждый процент его расходов. Тем критичнее расходы государства становятся для экономики в целом. Ведь даже те частичные инвестиции, которые в экономике есть, рабочие места в частном секторе, они тоже завязаны на государство и его расходы. Застройщик вкладывает деньги в постройку дома в Иваново, исходя из того, что государство продолжит платить по 100 тысяч рублей за пошив бушлатов. Что каждый день люди будут становиться миллионерами на подписании контрактов и выплатах за погибших. Что при ставке ЦБ в 19% государство продолжится финансировать льготную ипотеку по 3,5. Где-то подрежь, убери откуда-то госденьги и все, этот дом не имеет смысла. Его не нужно достраивать, квартиру в Иваново по 4 биллиона продать будет некому. В итоге бюджетная политика перестает быть политикой. Она не вырабатывает никаких решений в части расходов. Закон в федеральном бюджете просто описывает неизбежную реальность, в которой все виды расходов снова выросли и с этим ничего не поделаешь. Возвращаясь к примеру с семейным бюджетом. Это разница между бюджетом желаний и потребностей. Бюджет желаний это когда в следующем году мы хотим купить машину, сделать ремонт в квартире и съездить отдохнуть в Дубай. Смотрим, как подверстать под это плановые доходы и, если не хватает, выбираем. От чего можно отказаться? Машина еще ездит, повременим годик. А квартиру сделать надо обязательно. Тогда, может, вместо Дубая лучше поедем в Египет. Зато проводку дома заменим. В таком бюджете вертим расходами, исходя из доходов. А есть бюджет потребностей. Надо закрывать ипотеку, оплачивать ребенку институт, операцию бабушке, штраф по налогам государства и так далее. С этими расходами ничего нельзя сделать. Их не сдвинешь и не снизишь. Если у нас нет на них денег, то это проблема. Мы не можем тут маневрировать расходами. Мы должны как-то крутиться, чтобы под них откуда-то возникли доходы. Минфин сейчас находится в такой же ситуации. Рост расходов не какая-то опция. Это просто реальность, которую нужно зафиксировать на бумаге и найти под нее деньги. Как и где искать не проблема тех, кто эту войну начинал и собирается продолжать неограниченное количество времени. О методах, которыми Минфин будет пользоваться, мы говорили в прошлый раз. И тут нет ничего нового. Деньги будут взяты у граждан. Ростом всех видов налогов и сборов, во-первых. Ну, а во-вторых, главным ослаблением рубля. Это крайне мощные инструменты. Но они тоже имеют пределы эффективности. Рубль можно ослаблять, чтобы скомпенсировать бюджетный баланс. Но нельзя ослаблять до такой степени, когда бюджетный баланс уже не важен, потому что валюта, в которой он составлен, грохнулась. Очень сложно было представить, что Россия, где успешно прошли рыночные реформы, которая на 30 лет ушла от плановой экономики, вновь окажется в ситуации, где вся экономика держится на госрасходах. А расходы эти настолько бессмысленны и неэффективны, что даже достаточно дорогая нефть не способна в полной мере заткнуть дыры. Потому что доходы от нефти, пусть и велики, но достаточно стабильны, а масштаб расходов и их неэффективность нарастают, как снежный ком. Чем больше денег закапываешь, тем больше их нужно закапывать дальше. Сложно было представить, что нефть для российской экономики будет не просто иглой, а ровно как в 80-м, единственной опорой. Но вот мы здесь и ясно видим, что экономические законы инвариативны. Сколько бы не было у тебя ресурсов, если последовательно делать очень много глупостей, ресурсы иссякнут. Об экономических эффектах мы поговорим отдельно. Из законопроекта можно сделать только один вывод. Государство в 25-м году собирается потратить деньги, которых у него нет. И у него нет идей, откуда их взять. Но что еще хуже для государства, никакой опции тратить меньше денег и вести войну одновременно у него и не было никогда. Вот такая ситуация. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова